Этим летом в картинной галерее, как и в допандемийный период, шумно, весело и интересно. С начала июня с большим удовольствием ее посещают воспитанники школьных лагерей. Ведь здесь они могут не только познакомиться с очередной экспозицией, но и узнать много нового и интересного о старинных предметах быта русского народа, а также принять участие в мастер-классах. На очередном ученики первой школы изготавливали куклу-оберег. Оберег, как известно, это предмет, оберегающий владельца от бед, который защищает дом или человека, приносит любовь, счастье. Каждая деталь оберега имеет определенный смысл. Сделанный собственноручно, оберег несет отпечаток не только защиты, но и потенциал мыслей и чувств человека, сделавшего его. Считалось, что если есть в доме кукла-колокольчик, его не покидала радость, веселье и счастье. Эту куклу всегда было легко отличить от других. Вместо одной у нее целых три юбки. Такое количество было выбрано не случайно. Для славян число «три» было сакральным, ведь оно объединяет в себе три мира – явь, правь и навь. Для человека эта гармония и выражалась в здоровом теле, радостной душе и спокойном духе. Ну а кроме того, внутри куклы находился колокольчик. Считалось, что звон предупреждал о том, что в дом кто-то вошел, очищал пространство, притягивал радость. Изготовить куклу оказалось совсем несложно. Куклу несложно изготовить. Она состоит из натуральных материалов. Не используются иглы и нитки, потому что они могут порваться. Я принесу домой, подвешу ее на ниточку и над дверью. Понравился тебе мастер? Да, понравился. Это очень интересно и увлекательно. Для ребят школьных лагерей сотрудники галереи постарались подготовить этим летом самую разнообразную программу. Это и автоэкскурсия по трубниковским местам, и викторина на военную тему, а также интерактивная программа с играми и интересными заданиями. Ну и, конечно, различные мастер-классы. Ну, конечно, у нас всегда очень плотный график. То есть школы, вот первая очень активная, седьмая школа у нас всегда проходит. Вот эта группа у нас 54 человека. Две группы. То есть мы стараемся, чтобы все ребятки поучаствовали. Вот. И также это, например, заготовить материал. То есть тоже очень сложно, да. Ведь я вот, например, вчера весь вечер сидела, вот эти кружочки вырезала. 54 штуки, да, нужно было. А тут три юбки. То есть умножить, если на три, очень много получается. То есть работы хватает? Работы хватает, да. И это не последний мастер-класс. Я думаю, еще есть и народные творчества. Может быть, будем из глины какие-то делать игрушки. Да, то есть не только тканевые были игрушки обрядовые. Я приглашаю всех ребят, не только лагеря. Можно, например, даже просто прийти с ребенком, да. Я проведу экскурсию, также интересно, очень по избе расскажу. И можно будет на память сделать какую-нибудь куколку обрядовую, да, или игрушку себе на память.